Всем привет, если вы ждали что-то новенькое от автора деревни Тихая и Коленьки, то сейчас самое время послушать новую историю от Муранджурич, которую я озвучил вместе с Некрофусом, там вас ждет странная и жуткая деревня и целый ведьминский ковен, заходи по ссылке в закрепленном комментарии на канал Некрофус и слушай что у нас получилось. Бывший участковый Саныч как на пенсию вышел, так квартиру свою на дочку и переписал, а сам переселился за город, ну это так было принято говорить за город, город то маленький, не какой нибудь там миллионник, а просто районный центр, через дорогу перешел на окраине города, вот тебе и загород, он выбрал себе на выезде самый глухой уголок, новая дорога, новая улица и совершенно новый деревянный двухэтажный дом на углу. С одной стороны дорога хорошая, а с другой стороны как и положено плохая, если про новую дорогу не знаешь, обязательно застрянешь в грязи. Вот Семен Муха по ошибке и застрял, ехал на встречу с клиентом, а клиент в ответственный момент трубку не взял, Сеня кружил-кружил по коттеджному поселку в надежде лично найти нужный дом, но все без толку, людей спрашивал соседей, но никто про такого человека не знал, он и не думал к Санычу заезжать, совершенно не планировал, только вот новая машина забуксовала и он был вынужден лично вылезть и посмотреть, что там у нее не так с задним колесом. А Саныч как раз проходил мимо, на рыбалку шел, как Сеня увидел, так уж какая теперь рыбалка, год ведь не виделись, целый год. Сенину машину вызвали из дорожнего плена и поставили у Саныча во дворе, помыли ее, а заодно и сами выпили за встречу, по маленькой как говорится. — Так что Сема, может раз такое дело, я баньку организую, — предложил Саныч, — а давай, все равно уже выпили, какое мне теперь за руль, — махнул рукой Муха, — не, ну если тебе срочно, давай я такси вызову, а то, ну, ночую меня, посидим, выпьем, места полно, посмотришь хоть как я живу. — Хех, не благодарствуй, я и сам себе могу позволить такси, деньги, спасибо черчам из Липовки, у меня тоже имеются, ты, кстати, чего рассказываешь, когда тебя про них спрашивают? — Про деньги или про чертей, — уточнил улыбнувшись бывший участковый. — Ну, отвечаю как положено, вложился в биткоины и тут как попёрло. — Хех, умно, а я рассказываю всем, что в ставках на спорт выиграл, видел же рекламу, ставки на спорт, большие выигрыши и доллары по экрану так вот веером, многие верят, завидуют. — Да, видел, что поделать, если у нас страна такая, народ готов поверить в любую чушь, если бы мы кому правду сказали, то кто бы нам тогда и поверил, лучше уж так, — махнул рукой Саныч, после чего пригласил в дом. Новое жильё Саныча Сине очень понравилось, дом двухэтажный, рубленный, кухня большая, светлая, всюду свежестью приятной отдаёт, деревом пахнет, Сине даже завидовать начал, сам-то он себе и жене гражданской квартиру в центре купил, а на кой чёрт спрашивается, когда можно было взять такой же домишко, пусто только у Саныча, один живёт, на втором этаже бильярдную устроил, кресло поставил, телевизор, глобус здоровенный под старину на подставке, а ещё стойка для вина во всю стену. Сеня, как её изучил, присвистнул, Саныч на пенсии развлекался по полной. — Разве не должно вино на холоде храниться? — поинтересовался он. — Эй, там места нет, — вздохнул Саныч. — Там у меня пиво, коньяк самодельный, настойки всякие, а сюда выкладываю чего попроще. — Такую красоту и пить жалко, — сказал Семён. — Ой, нашёл чего жалеть. Пошли на кухню, там на скорую руку перехватим, а потом и баньку топить. На кухне на скорую руку Саныч навалил еды человек на 8, не меньше, плов, запечённую утку с черносливом, пироги, прозрачный холодец в амалированном блюде, брынзу на тарелочке, нарезал ветчины, сало, огурцы тонкими ломтиками, выставил на стол пузатые бутылки тёмного стекла, поставил две маленькие аккуратные рюмочки. — Ого, да куда ты? — возопил Сеня. — Пропадёт же еда, не съедим! — Та не пропадёт, не боись! — усмехаясь, ответил Саныч, деловито разливая самогон. — Давай лучше за всё хорошее, за пенсию мою выпьем, за нечайное наше богатство и за сгоревший до угольков в дом распроклятой Липовке. Как раз и год минул. Семён не стал отказываться, хлопнули по рюмяшке, закусили. — Дом купил, баню, гараж, сад в десять яблонь. — Видел какие там яблоки? Брагу поставил, самогонку варю от скуки, — рассказывал Саныч. — Чего ещё на пенсии делать? — А чего один ты живёшь, в таком доме и без хозяйки? — покрутил головой Сеня. — Хозяйки? — кмыкнул Саныч и протянул. — Не-е-е-е. У каждого старого милиционера на душе много говна. Копится за время службы и оттого люди гниют, воняют. У меня этого говна на целый железнодорожный состав наберётся. Не что я это говно буду на какую-то несчастную женщину выливать? Не-е-е. Лучше по саду буду ходить и честным трудом удобрять, пить, кричать по ночам на луну, да париться в бане. — Нельзя мне уже, Сеня, думать о серьёзных отношениях. Пожил я уже в браке, и дочка у меня от того брака в Греции маслины да мандарины трескают, папу к себе зовёт, мол, приезжай, курорты там всякие, климат, старушки силиконовые. А мне, знаешь, и тут хорошо. — Тогда откуда вот это? Надкусив один пирожок, поинтересовался Сеня. — А-а-а, соседи подкармливают, я соседке юридическую помощь оказываю, а она за это прибирается у меня и готовит. Да мы тут все друг другу помогаем по-соседски, не деньгами же рассчитываться. — Хм, а вот Полуухина, знаешь, седой такой, видный, на Паджеро ездит, Виктор Иванович, двое детей у него, мы сегодня должны были договориться о поставках, я цветами занялся. А он вроде как начал было спрашивать Сеня. — Знаю, да, забрали его вчера за махинации, — кивнул Саныч. — Как забрали? Я же с ним утром разговаривал, — ужаснулся Муха. — Не знаю, с кем ты утром разговаривал, но про то, что арестовали его, знаю точно. Мы тут все друг друга знаем. Я же говорю, и слава Богу, что ты с ним дела не ведешь, он еще тот жулик, — сообщил Саныч. Сеня на всякий случай проверил лоб, не горячий ли, снова ему наяву чертовщина мерещится. Он был точно уверен, что буквально утром проверил телефон, входящих звонков от Полуухина не было, набрал на всякий случай еще раз, абонент временно недоступен. — Жаешь, давай выпьем, — потребовал пенсионер. — За соседей. Выпили за соседей, а потом Саныч решил топить баню. — Ты посиди пока, отдохни, посмотри телевизор, а я затоплю, пойду, дай воду проверю, — попросил он, но Сеня решительно отказался и вышел следом за пенсионером во двор. — О, нет уж, я телевизор вообще смотреть бросил в последнее время, — говорил он, закуривая на ходу. — Да? И чего так? — Ой, чертовщина всякая мне мерещится, не могу на экран смотреть, жена ток-шоу обожает, а я вместо зрителей каких-то клоунов вижу, и надписи потом странные такие зигзагами перед глазами всю ночь пляшут. — жаловался он, наблюдая, как Саныч придирчиво выбирает дрова из поленницы. — Может, я заболел? А может, это с тем домом в Липовке связано? Вот ты мне скажи, пока ты в милиционерах ходил, у тебя случались мистические случаи, но не отпускает меня, и всё, сегодня вот, опять же. — О, полно! — пробормотал Саныч. Прямо совпадение какое-то. Утром вспоминал как раз про клоуна и надписи странные. — Может, эта судьба растолкнула нас у твоего дома нос к носу, — задумался Сеня, — да не, вряд ли, тот случай сто лет назад был, тогда мы все при СССР жили, оттого и клоуны у нас были свои, советские, не такие, как в американских фильмах. — Да, любопытно было бы послушать. Затопили баню, потом сидели на скамеечке и курили. Саныч рассказывал, — в 80-х дело было, я тогда только школу милиции закончил и меня отправили на стажировку в Златоглавую. — Это в Москву, что ли? — перебил Сеня. — А куда же ещё? Вроде как, чтобы типа милиционеры набирались опыта у самых опытных и авторитетных товарищей. Время такое было, особенное, могли и на Камчатку забубенить, если плохо себя ведёшь, но мне, что говорится, повезло. И вот, местные товарищи заставили нас в качестве тренировки клоуна ловить. Семён хихикнул, Саныч недовольно покосился на него и объяснил, — зря смеёшься, это сейчас клоунами всяких придурков кличут, а у Е понятия детсадовские, а тогда клоун был для нас настоящей проблемой. Он только цирковое училище закончил, знал много трюков и уловок всяких, такому в тюрьме никогда не научат. Вот он и давал нам представление. Три раза мы его брали и вытряхивали из него портмоне, бумажники, кошельки, украшения, а только прицепиться было не к чему, и в цирке, где он работал, его вечно на поруки брали. Отморозок был редкостный, карманник, взломщик и просто бессовестный вор. Он нам в отделении фокус показывал, давали ему кувалду, он её в воздух подбрасывал и на колено ловил. — Ого! — поразился Сеня. — Это чё? Он и другой фокус демонстрировал, просил наручные часы, потом плевал на них так, чтобы слюна оказывалась на стекле, и бил по ним кувалдой. — Смертельный номер, твою ж мать! А потом показывал всем совершенно сухие часы и слюну на кувалде. Мы по пьяни его фокус повторить пытались, так несколько часов и расколошматили. — А почему вы его посадить не могли-то? — Так на него никто заявлений не подавал. — Да, следили за ним, ловились деньгами, а у кого он эти деньги тырил? Ни одного заявления от потерпевших. — А чего так? — Клоун был хитрожопый! — усмехнулся Саныч. Он обворовывал тех, кто никогда не пойдет сообщать в милицию. У кооперативов по карманам шарил, у бандитов, у жуликов разных, рикетиров там. — У воров? — Заливаешь, Саныч, они бы его быстро нашли! — засмеялся Сеня. — Я-то знаю, сидел-то! — Да уж куда мне заливать, годы не те! Клоун нахальничал в Москве несколько месяцев, а потом пропал. Нашли его в лесу, в Лосино-Петровском. Сначала даже и не поняли, что это он. Кости были все переломаны, пальцы отрезаны, глаза выколоты, язык удален, на теле многочисленные следы пыток, а тогда как раз и рикетеры в моду входили. На них и подумали, мол, еще один молодой советский предприниматель сгорел на работе. — А, да, забыл сказать, нашего клоуна тоже хотели спалить, видимо, чтобы улик было поменьше, но что-то не получилось, не сгорел покойничек. — А как вы определились, что это он? — Ты ж знаешь, никак. Тогда еще не знали, что это он, просто тело нашли без опознавательных знаков, поняли все спустя несколько дней, когда пятерых цыган шли мертвыми в квартире, причем умерших при весьма загадочных обстоятельствах. — Да? Это каких таких обстоятельствах? — У всех шеи были сломаны. Эксперты потом сказали, будто бы шеи крутились нечеловеческой силой, словно курем каким. Барон, два его племянника и двое зяхьев. И знаешь, что любопытно? Трое ранее судимых за наркоту и один во всесоюзном розыске. — Пятеро? Прям покер какой-то получается. Только при чем тут твой клоун, это они его тюкнули? — Да, они. В одной из комнат нашли матрас в засохшей крови и кандалы на длинной цепи с штырем вбитым в стену. Цыгане поймали клоуна, когда тот решил квартиру барона обнести. И несколько дней потихоньку разбирали его там на запчасти. Вроде как в наказание, чтобы не воровал. Мы нашли одежду клоуна и другие его личные вещи, а также зубы, пальцы, язык и т.д. Все было разложено по баночкам и заспиртовано, ну кроме зубов они лежали в отдельной коробочке. Особенно мы удивились, обнаружив в одной из банок его половые органы. Видимо цыгане хотели его для каких-то своих национальных обрядов использовать, но не знаю. А тут как раз в морге подходящий труп с недостаточными частями. Тут оно все и сошлось. Клоун свободное от работы время не только по карманам шмонал. Он раздобыл альпинистское снаряжение и по ночам забирался у квартиры богатых граждан, пользуясь их отсутствием. Он выбирал где потише и повыше, пока не столкнулся с цыганами. 158 статья его не дождалась, значит, пробормотал Синя-муха, слушая рассказ. Горбатого могила исправит, успокоил его Саныч и продолжил. Странностей было очень много. Начать хотя бы с того, как эти цыгане там умерли. Сами или помог им кто? Все пятеро просто сидели за накрытым столом, что-то отмечали. На столе стояли открытые бутылки вина, недоеденное блюдо, такими их и нашли. В квартиру посторонние не заходили, соседи криков не слышали, на барона не жаловались, а наоборот считали его очень положительным товарищем. Квартира была к оперативной, улучшенной планировке. На окнах решетки. Одна из решеток подпилена, ну это понятно, клоун же пролез. А вот почему цыгане скончались-то? Накануне вечером соседи видели, как к барону нагрянули гости. Женщины приготовили праздничный стол и ушли, а мужчины остались. Соседи думали, будут до утра песни петь, а все было тихо. Цыганские женщины пришли утром убираться, а увидели, что произошло и подняли вой, а тут уже набежала милиция. «Хо-хо, мистика», – покачал головой Сеня и спросил. «А почему они следы издевательств над клоуном не убрали? Матрас не спрятали, банки?» «Хе-хе, да они просто об этом не знали», – усмехнулся Саныч. У барона у квартиры было много комнат, большая часть под замком. Клоуна пытали в закрытой комнате, но одна деталь мне тогда бросилась в глаза. Перед смертью клоун нарисовал на стене кровью странную надпись, вытееватую такую, вроде и слово какое-то длинное, а вроде и нет, ее даже фотографировали, только потом все фотографии отобрали, делом стало заниматься КГБ. «Ух тышка, вот тебе и ух! Я так думаю, перед смертью клоун проклял цыганского барона, уж не знаю как, но проклял порядочно, потому что на этом убийстве не прекратилось, буквально на следующий день было еще три трупа, бабы цыганские ночевать остались, утром звонок «приезжайте, караул!» и опять шеи сломаны, но тут уже КГБ потянулось…» – вздохнул Саныч. «Ого, и чем дело кончилось-то?» «Как чем, перестройка закончилась, СССР развалилась и тук свою квартиру замуровали, чтобы, не дай Бог, еще кому-то шею не сломала?» – подытожил бывший участковый и посмотрел на небо, там понемногу собирались первые темные тучи. «Дождь будет», – проследив за его взглядом, подтвердил муха. «Ничего, успеем попариться, до дождя еще далеко, тебе какой веник, березовый или дубовый, если надо, у меня эквалиптовые есть». «Так баня еще не готова, а так, эй, у меня любой сойдет», – задумался Сеня. «Ах, вот и хорошо», – хлопнул себя по коленям Саныч, «а то после водки мне на чердак неохота лезть, надышу еще перегаром на банника, он на нас за это из бани выгонит». «У тебя разве и банник есть?», – не поверил Сеня. «Хо-хо-хо, а как же, баня-то новая, а хорошей бани без хозяина никак нельзя, я его из одной старой бани переманил, у веники принес, все по уму да по традиции». Засмеялся Саныч, с улицы донеслись требовательные автомобильные гудки, а потом кто-то закричал. «Эй, Саныч, встречай гостей!», – «Это кто?», – вздрогнул Сеня. «Да, охотник один, Федька Прохоров, я его тоже в баньку позвал, так сказать, за компанию, а то, сам знаешь, когда двое пьют, это просто пьянка, а вот если втроем, уже называется по-другому культурное мероприятие. Кроме того, он мне мясо должен был привезти. Ты же не пойдешь супротив коллектива, Сеня, не бросишь нас одних с двадцатью килограммами лосятины», – объяснил бывший участковый и побежал открывать дверь. Как оказалось, охотник привез не только лосятину, но еще и парочку бобров, а также огромный короб с белыми грибами. «И куда я их дену?», – возмутился Саныч, увидев грибы. «Не возьму!» «Да ты их понюхай, пощупай!» «Один к одному собирал, все крепенькие, ровные, сами на сковородку просят, собери, Саныч, я бы сам съел, только мне уже их складывать некуда!» «Год урожайный выдался, хоть в лесу подыхай!» – принялся уговаривать его охотник. «А чё собирал тогда? Нахрена тогда собирать? Мы сейчас в баню, потом в шашлык, вот когда мне ими заниматься прикажешь, нет, блядь, не возьму!» «Сенька, так давай я соберу», – предложил подоспевший Семен. «Пусть хоть жена порадуется, хотя бы орать не так будет, когда я завтра домой приеду!» Он поздоровался с охотником и помог выгрузить из машины многочисленные свертки. Мясо уже было порублено на небольшие куски и расфасовано по пакетам. Саныч, услышав его предложение, только поморщился и сообщил «Я бы не брал, к утру червяки из грибов полезут, их бы сразу сушить». «Не полезут, вот те крест святой», – перекрестился Фёдор. «Грибов в лесу много, червяки зажрались, их там почти нет. Кстати, чего покажу?» Струя бобра, как оказалось, предназначалась для Семена мухи. Саныч, пользуясь случаем, заказал, пока его приятель знакомился с обстановкой дома. Выпили за знакомство, замариновали шашлык, потом долго и весело парились в бане, несколько раз выходили в предбанник остыть. «Откуда бобришки?» – поинтересовался мимоходным Саныч у охотника. «И из лесу, везти мы же!» – отозвался Фёдор, здоровый пузатый мужик, чуть моложе бывшего участкового. В бане, как разделись, стало сразу понятно, кто тут кто. У Фёдора на теле татуировки морской тематики, а у Сени – блатной. А вот у Саныча татуировок не было, только шрамы. Если на спину посмотреть, то можно подумать, что когда-то давно его стая собак погрызла, часть шрамов очень напоминала следы зубов. И поскольку Саныч больше вопросов не задавал, охотник сознался сам, когда в очередной раз они сидели в предбаннике. На Ивановский кордон ходил. «И кота не испугался?» «Да как ты пролез туда вообще?» – задумчиво спросил Саныч. «Да чё, кот, он подездох давно. Да, на машине туда не проедешь, речка заболочена, да ещё и бобры кругом хаток наставили, но морской смекалкой можно. Я на лодке туда ходил», – усмехаясь, отвечал Фёдор. «А что за кот? Рысь?» – любопытствуя поинтересовался Сеня. «Да не, какая рысь, кот там жил бешеный, манул. Саныч знает», – кивнул на пенсионера, ответил охотник. «Манул? В наших краях? Откуда?» Сеня припомнил фотографии роскошного пушистого кота, которое ему показывала его дочка. Самим интересно было бы узнать, может в заповедник завезли в своё время, а кошаки удрали, может ещё каким-то чудом. Этого кота Каплер нашёл покойный свет, охотился с ним. «Чего?» – не понял последние слова охотника Сеня. «Тут надо всё по порядку рассказывать», – всё так же задумчиво произнёс Саныч, – а то может возникнуть непонимание. «Ну, давайте, пока шашлыки будем жарить, я и расскажу», – предложил Фёдор. Каплер был очень интересным дядькой. «Еврей. Ну и чего? Хороший человек не может быть евреем. Он работал на турбазе «Кедр», от завода была турбаза, может помнишь?», – рассказывал Фёдор, не забывая поглядывать на мангал. «Вроде помню, тогда, по-моему, у каждого большого предприятия своя турбаза была для рабочих», – наморщил лоб Сеня. «Вот. Каплер много в чём разбирался. Владел десятком профессий, а во времена дефицита турбазы снабжали намного лучше, чем магазины. Он там и прижился. На все руки мастер, а жена его там и всё лето отдыхала, пользуясь положением мужа. А потом перестройка кончилась, и евреи массово повалили в эмиграцию. Тут жена от мужа-то и избавилась. Продали они всё своё имущество, собрали денег, и супруга его уехала первой, а Каплер должен был ехать, когда она, устроившись на новом месте, пришлёт ему весточку. Ха, вот она и прислала. «Нехер тебе здесь сделать! Я вышла замуж за другого, а ты в жопу иди!» И остался еврей без гроша, один-одинёшенек. Стал круглый год на турбазе жить, пока завод, который её обеспечивал, не пришёл в упадок. «Бомжом стал, выходит!» Подвёл итог Сеня. Другой бы на его месте, может, и стал, но только не Каплер. Он понял, что скоро имущество с турбазы разворуют, и начал понемногу перетаскивать материалы на Ивановский кордон. Туда тогда ещё можно было спокойно добраться, а там он выстроил себе домик. Печь оборудовал, сушилку, коптильню, погреб, даже забором огородил с колючей проволокой, чтобы всякий лесной зверь, прежде чем к нему в гости лезть, сначала подумал, а стоит ли. И когда турбазе пришёл Карачун, у Каплера уже было своё небольшое хозяйство. «Да ладно!» «Жить в лесу без электричества и медицинской помощи?» «Сень, это же Каплер, тебе же русским языком говорят!» «На заводе был мастером», – вклинился в разговор Саныч. «Было у него и электричество, и телевизор, и лампочек десять коробок!» «Это точно!» – подтвердил Фёдор. Печь он сделал очень хитрую, вполовину дома только успевает дрова подносить, захочет бывалоча телек посмотреть, так сразу печку и топит, только история не об этом. Промышлял Капер охотой и собирательством, и вот однажды нашёл котёнка. С его слов думал, что котёнка злые хозяева в лес увезли и выкинули, только ошибся, котёночек оказался диким. «Манул?» «Или кто-то из этой же породы. Мы иногда приезжали к ним в гости, муки привозили крупу, лекарства, ну чего закажет, а он нам за это мясо или рыбу, по сезону. А чего не жить, я бы тоже так пожил, если честно. Лес, топливо сколько хочешь, речка рядом, рыбы полно, да он ещё и огород возле дома разбил. Кот, как нас увидит, сразу на дерево прыг и рычит оттуда на нас, или из кустов орёт». Признавал только Каплера. За ним, как хвост, ходил и работал. Ух, как этот кот работал, он, как подрос, начал для хозяина дичь добывать, сам к порогу приносил зайцев, уток, тетеревов, рябчиков, короче, что в лесу попадётся. Но строго хорошую дичь. Мелочь сам сжирал. Стоит только Каплеру глаза с утричка продрать, а кот уже на пороге его встречает. В доме ему не нравилось, он на чердаке себе гнездо обустроил, но иногда спускался к хозяину, когда поблизости чужаков не было. Каплер утверждал, что это он в благодарность так делает за то, что его в стаю приняли. Каплер рыбачит, кот за ним. Каплер грибы собирать, кот рядом. Где змея зашуршит, кот сразу её и гасит. Егеря на него часто ругались, мол кот обнаглел, лупит зверя, почём зря, порядок не соблюдает, лицензий не имеется. Заплатите нам Каплер, будьте любезны. Иные наглые намекали на часть добычи. А старик только хихикал. Зверь лесной, краснокнижный, попробуйте только его убить, и я вас по судам затаскаю. Да, он кормился с этого кота. Дичь продаст дуракам заезжим, которые с ружьями в лес покрасоваться ездят, и какая-никакая прибыль имеется. Блин, все мы ему завидовали, даже я, как говорится, был бы у меня такой кот, то я бы и не женился никогда. Вот от человеческой зависти Каплер и пострадал, выставил свои десять копеек в разговор Саныч. Всегда найдётся такая гадина, всегда так было. Живёт человек, плохо живёт, простенько, но вроде бы ему и нормально. Выкручивается, трудится, значит непорядок, значит слишком хорошо живёт. Если бы Каплер был конченным алкоголиком или наркоманом, то бы и не привлёк себе такого внимания. Не выделяйся из грязи, живи в нищете, покупай водку, и к тебе никогда не будет вопросов. Вон сколько стариков по деревням поддыхает, никому не интересно, как они там живут, а живут ли вообще, а может гниют, и никому до них дела нет. Не пьющий еврей отшельник в лесу живёт, великое дело, а тут ещё и кот учёный, все про кота узнали, все. Ну, что ты, Саныч, разволновался? С беспокойством произнёс Фёдор и добавил. Неси лучше шампура, угли почти готовы. Да бля, я просто вспомнил, что они с ним тогда сделали. Извиняй, Федя, я же тогда, нас тогда всех на Ивановский Кордон посылали сектантов этих блядских искать. Саныч вытер рукой вспотевший лоб и ещё раз извинившись скрылся в доме. Охотник проводил его взглядом, вздохнул и тихо поведал Семёну Мухе. Он лично видел, психанул, что уж теперь поделать, ну убили старика, ладно бы просто убили, кот уж больно одному долбоёбу приглянулся. С того времени охотники на Ивановский Кордон и не ходят, в память о Каплере, а сейчас туда и вовсе сложно попасть. — Сектанты? — Да даже не знаю, как их назвать, у меня кроме матерных слов для таких утырков в наличии не имеется. Виновато развёл руками охотник. — Ты рассказывай до конца, чего уж там? — Да там разве что Саныч подробно рассказать может. Знаю только, что в одной крупной и богатой компании жиру бесился генеральный директор. В середине двухтысячных в стране начали появляться деньги, начали наживаться на продажи и перепродажи. Китайский ширпотреб попёрк нам, и тут ещё и нефть ценя выросла. Короче, один очень богатый человек совершенно ебанулся на теме экстрасенсов и всякой мистики. И ввёл в своей конторе порядок как в секте. Сотрудники должны были ему поклоняться как наместнику бога на земле. Гимны всякие хором петь, а за это получали от него прибавку к зарплате и корпоративные бонусы. У этого богача был даже свой штат личных экстрасенсов, и эти экстрасенсы ему нашептывали всякое. Кого на работу брать, кого премии лишить, как увеличить член и так далее. А тут репортаж сделали про Каплера и показали в новостях. И кота нахваливали. А ты журналюк знаешь, как они по ушам ездить умеют. Расхвалили на всю Россию, мол так и так лесное чудо. Старый еврей не только выжил в лесу, но ещё и приручил дикого кота. Смотрите, вот она старая советская школа, техника обучения диких кошек по методу Илоны Давыдовой. Несите своих кошек ему на случку, и у вас тоже будет охотничий кот. И вот экстрасенсы, как увидели, быстро напиздели своему спонсору в уши с три короба, будто бы кот магический. И тот приехал Каплеру кота покупать. А старик, понятное дело, ни в какую. Как же это я вам, господа, своего сынка-то продам? Он же родной мне. Не договорились, короче. «Выходит, кота похитили?» – предложил Семён. Хотели, но сначала захотели провести языческий ритуал. Экстрасенсы сказали своему директору, что кот перейдёт к нему в подчинение после того, как над его прежним хозяином будет совершено развеивание. Типа кот – это лесной дух, фамильяр, и он будет верой и правдой служить новому господину после того, как будет уничтожен договор со старым хозяином. Деньги-то он им платил огромные, и оттого экстрасенсы плотно сидели на наркоте. Вечером они на трёх внедорожниках приехали к дому Каплера, связали его и начали пытать. А много ли старику надо, он Богу душу и отдал. А дальше кот взбесился и устроил возле дома настоящую бойню. Фёдор и Сеня от неожиданности вздрогнули. Голос у незаметно подкравшегося к ним Саныча был самый зловещий. Бывший участковый остался доволен своим эффектным появлением и передал Фёдору шампуры. Вот ты, Сеня, меня про мистику спрашивал, а тут ровно никакой мистики. Кот любил своего хозяина и отомстил, жестоко отомстил его мучителям. Генеральному директору горло разорвал, двоим его шестёркам обглодал лица и не три туда машины поехало, а побольше. Часть сектантов по лесу разбежалась в панике, а самый смышлёный прыгнул за руль и прямым ходом в милицию приехал в РУВД, весь седенький трясся и кал рассказывал нам про лесное чудовище. Я тогда нечаянно по делам к товарищам заехал и в результате нас всех погнали на Ивановский кордон. А там нашли мы кучу трупов и нашего старичка. Они живьём с него кожу сдирали, он от боли и не выдержал. Кожу нашли натянутую на шестах, на ней разноцветными маркерами эти ублюдки успели нарисовать свои мистические знаки и надписи. Я понимаю, если бы это были фашисты, но свои вот так, блядь. Не заслужил Каплер такого к себе отношения. Вот что хотите думайте, если есть в аду самый ржавый котёл, то там им гореть, сука, всем на машинном масле. Было видно, что бывшему участковому очень тяжело вспоминать тот случай и потому Фёдор предложил помянуть старика, не чокаясь. Они поднялись с топки и выпили. Небо над ними уже совсем потемнело от набежавших туч. – Успеем до дождя? – спохватился Саныч. – Успеем, на крайняк я и под дождём шашлык пожарю, – успокоил его Фёдор. – А с Катайкой чего случилось-то? – робко поинтересовался Сеня. – Да хрен его знает, – честно признался Саныч. – Мы тогда долго искали сектантов, дня два точно. Спали по очереди, не спецсредств ни хуя. Только по рации начальство визжит, требовали найти и спасти в срочном порядке. Скорая помощь к нам не доехала, застряла в болоте. Вытаскивали её потом трактором. Тела сектантов пришлось отвозить самим. А когда немного прибрались, к нам пригласили настоящих спасателей из МЧС. Все красивые, гордые, снаряги на каждом. Спасать тех, кто выжил. А никто не выжил, кот на них охоту устроил. Ловил поодиночке и убивал. Спасатели находили только трупы. Каплера у нас, честно, рука не поднялась в город везти. Мы его там и похоронили, на пригорочке. Старик запасливый был, у него и гроб был припасён заранее, словно знал чё. А тот случай было решено замять. Поэтому официально группа туристов погибла от отравления природным газом. У нас же болота кругом. Газ, торф. Надышались нечаянно. Умерли. Кто же будет честно рассказывать про то, как банда сектантов зверски расправилась над несчастным одиноким евреем. Тут бы такой, блядь, вой поднялся на всю страну, а то и подальше. Да, туда потом долго никто не ходил, а сейчас там бобры. Вода разлилась кругом плотины и влез в повалку. Кота с тех пор и никто и не видел. Завершил историю Фёдор. Хорошо сидели, выпивали, шашлыков нажарили огромную кастрюлю, а Саныч всё приносил и приносил новые бутылки с настойками, как их у него только не было. Через час Сене начало казаться, что он перепробовал всю водочную азбуку. На сытый желудок хотелось пройтись, погулять, но тут пошёл дождь и они перебрались в дом. Время от времени выходили на веранду, курили и проверяли погоду. Надолго зарядил. Выдал своё заключение Фёдор. Может и до утра. Оставайтесь ночевать, всё равно не каждый день так собираемся, можем себе позволить. Кровати и диван я вам свободное найду. – уговаривал Саныч. – Ага, знаю. А тебя так просто не уйдёшь, в последний раз ползком уходил, – засмеялся Фёдор. – Да, тебе тут ползти-то всего три дома, а нам с Сеней сейчас компания во как нужна, – чиркнул по горлу пальцем пенсионер. – Ребят, я в туалет. Извините. – не выдержал Семён Муха и ломанулся на двор. – Сень, прямо и направо! Если не успеешь, целься в кусты! – крикнул вслед ему Саныч. – Слабоват для нашего дела, слабоват! – пробормотал Фёдор. – Ну, знаешь, не все на флоте служили, зато он боксёр хороший, – возразил Саныч, прислушиваясь к шуму, который издавал внезапно заболевший Муха. – Это нам мало поможет. – Нам уже скоро ничего не поможет. – Она вернулась, Федя. – Забыл, что было в прошлый раз. – Сегодня добрый человек мне прислал весточку. На, почитай. И пенсионер протянул охотнику сложенный в четверо лист бумаги. Тот ознакомился с текстом, запыхтел и молча вернул назад. – Ты думаешь, при чём тут Сеня? – Саныч кивнул в сторону двора. – Так я отвечу. Его дочь будет первой. Пусть она ему не родная, но он должен узнать, он должен быть готов к тому, что скоро случится. – Эх, только жизнь наладилась и опять в этот солидол лезть! – вздохнул Фёдор. – Ладно, когда ты ему расскажешь, что ваша встреча не была случайной. – Ммм, позже. – подумав, ответил Саныч. – Сегодня мы будем отдыхать, вспоминать разное. – Да, одобряю, может в последний раз так выпиваем, хорошо и в спокойствии. – согласился охотник. Он заметил бледное лицо появившегося на веранде Семёна Мухи и поспешно добавил. – Да не бойся ты, я про другое, водки у нас ещё много. – И то верно, – кивнул Саныч. – Пойдёмте, ребят, к столу. Спустя где-то час Саныч очнулся, уснул, за разговорами задремал и пришёл в себя только от громких криков. Фёдор колотил кулаком по столу так, что звенела посуда и выговаривал пошатывающимися от выпитого Семёну. – Этой мистики у нас как говна на лопате. В каждом деле ищут и одной рукой крестятся. – Ой, подумаешь, клоуны ему в телевизоре мерещатся. Может, это облучение, а может, волны какие. – Телевизор – это же излучатель. – Но я вижу, каждый день вижу это проклятие, – бормотал Сеня. – Телевизоры есть наше главное проклятие, зомбируют, пропагандируют. – Ох, ты этих проклятиев и не нюхал, вон в девяносто пятом году Саныч помнит бригаду эту, как их, братья Козловы. – Саныч, ты же помнишь этих уродов, которых шаман якутский проклял? – Помню. – облизнул губы пенсионер и протянул пустой стакан показывая, чтобы налили. – О, Саныч помнит. – уважительно погрозил указательным пальцем охотник. – Вот тогда было настоящее проклятие, куда там вашим телевизором? – Козловы? Самбисты? – нахмырился муха. – Их же посадили. – Кого? Их? – Саныч, расскажи, как их посадили. – Ну, только если ради случая. Бывший участковый выпил, закусил и начал рассказывать. – Ну, Козловы были большим семейством. Восемь детей, если не ошибаюсь. Трое пацанов ходили заниматься в нашу секцию самбо. Ими гордились. Они участвовали в областных соревнованиях, побеждали, их возили в Москву. Но время было такое… особенное. Запахло большими деньгами и свободой. Они насмотрелись на красивую столичную жизнь, на спортсменов, которые становились бандитами, и тоже решили жить по-новому. Кроме троих братьев, к ним присоединились еще двое. Двоюродные со стороны отца. Патехины. Начали крышевать наших мелких бизнесменам, пользуясь слабостью милиции. Жили по понятиям. Так появилась группировка Козлов, знакомство с которой потом еще несколько лет хвасталась вся окрестная детвора. Они занимались тем же, чем и все. Крышевали ларьки, покрывали угонщиков автомобилей, ставили на счетчике, нас следует отметить, действовали аккуратно, сука. На них практически не было заявлений, и наше РУВД было вынуждено закрывать на них глаза. Ждали, когда они проколются по-крупному, но они нам поводу не давали. А будет бывало, козлы бизнесмена, мы к нему будете заявлять. А он в ответ – да вы что, это я сам виноват. ЧЕСТНО ОДАЛ ПАЦАНЧИКАМ. Так и жили. Денег у Козлов стало много. Но как часто это бывает, когда денег много, то хочется еще больше, и их банда решила играть по-крупному. Они решили отжать долю в нашем нынче благополучно обанкрутевшемся мясокомбинате. Для этого был составлен хитрый план – украсть невесту у сына директора, а потом помочь найти, когда милиция не справится. На это дело они подрядили двух граждан, недавно покинувших места лишения свободы. Они думали, что если возьмут людей со стороны, эх, то на них никто и не подумает. Саныч вздохнул. В общем, украли они девчонку и спрятали в лесу в сторожке под охраной этих двоих залетных. Сами на следующий день к директору. О, и у вас такое горе, такое горе, похищение с целью выкупа, статья 126-я, поможем по-братски, накажем козлов, которые на нашей территории работать начали. – Да, бля, наказали. Пьяно хихикнул охотник. Твари помойные, не учли, что бывшие зэки очень соскучились по женской ласке и пока их три дня искали. – Да, все три дня они насиловали девушку, находившуюся на пятом месяце беременности, – подтвердил Саныч. – Молодые к свадьбе готовились. У нас никто и слова не говорил, что по залету, но так часто бывает сначала любовь и дети, а потом свадьба. Почувствовавшим волю ворам было все равно, беременная она или нет. Тогда еще не было сотовых телефонов, и козлы своих подельников проконтролировать не могли. – Эх, херово, что тут еще скажешь? – кивнул Федор. – Паскудная история. Банда козлов приехала забирать невесту как героя, а невеста, тетя У, отдала Богу душу. Им пришлось срочно переправлять нашкодивших подельников в другое место. Тело девушки привезли в город и отдали родственникам. Самая засада, что у них у всех было алиби. Они честно повестили органы правопорядка, милиция была в том заброшенном доме, и все подтвердилось, похитители сбежали. Их начали искать, а банда ни при чем. – продолжал Саныч. С их слов искали по своим каналам и трясли братво. О их сговоре никто и не знал. Ну, поначалу не знал. – Ага, пока приехал дедушка невесты. Он ехал из Якутии на свадьбу, а приехал на похороны. – Блин, серьезный такой дед, будто из камня высечен. Глыба, блядь! – припомнил охотник. – Да, дедуля был матерыч, потомственный шаман. Он пришел к нам в милицию и сказал, что знает, кто виновен в смерти его дочки. – вздохнул Саныч. – Но нам пришлось объяснить, что просто обвинений недостаточно, а Козловых мы и так разрабатываем, следим за ними, а лично они девчонку не убивали. Так просто им ничего не предъявишь. Есть законы. И тогда шаман решил отомстить сам. Начал с братьев Козловых. На похоронах они подходили обниматься и пожимать руки соболезной об утрате. Вот дедушка им руки-то и пожал. Каждому из них на руку от него перебежало по черному пятну. И через день они начали умирать. Один за другим. Мы поняли обо всем уже в морге, когда их сравнивать начали. Козловы умерли, а пятна продолжали по ним ползать. Дело невиданное. Судмедэксперт брал образцы и сказал нам, что это обычные родимые пятна. А пятна эти в конце концов разрослись. Козловы полностью почернели, как головешки. Родственникам пришлось хоронить их в закрытых гробах. Но эти еще легко отделались. Прятавшихся в лесу уголовников вообще задрал медведь. – поведал Федор. – Знаешь, красиво так задрал. По медвежьи прям. – Это как? – икнул пьяный Сеня. Ночью забрался в лесную сторожку, где они прятались. Тихонько разобрал крышу и, как говорится, собакам собачья смерть. Я там был спустя неделю, лично видел, что от них осталось. – А почему вы думаете, что это шаман? – не понял Сеня. – Настоящий медведь так никогда бы не сделал, – объяснил охотник. – Задрать, да, но оторвать головы и насадить их перед домом на колья – это либо шаман постарался, либо медведь чувством юмора. – Однако, бля! – пробормотал Сеня. На улице громыхнуло дождь и не думал заканчиваться. – Пойдем, может, покурим? – предложил Саныч. Снова сидели на веранде, слушали, как стучат капли дождя по крыше, любовались погодой. – Придется все-таки заночевать у тебя. Поглядывая на усташего в плетеном кресле Семена, сказал Федор. – До утра будет дождь. – Думая о чем-то своем, отозвался Саныч. – Да, хорошо полощет. – Разговаривать больше не хотелось. Саныч угрюмо молчал, словно прислушиваясь к чему-то. Федор хотел было подробнее расспросить его, что тот собирается делать, когда спровадят Семена муху. Но не успел. Кто-то позвонил в дверь, и противный звенящий звонок завъезжал на всю улицу. Саныч вздрогнул и ошалело посмотрел в сторону ворот. Охотник уже давно не видел своего старого товарища таким испуганным. Он заметил, как тот судорожно вцепился в деревянный поручень, и поэтому сам вызвался открыть дверь. Он впустил во двор промокшего до нитки мужчину среднего возраста. – Здравствуйте, моя машина застряла неподалеку. – Я ищу бывшего участкового Александра Александровича, это ведь его дом, он тут живет? – спрашивал мужчина. – А-а-а, это? – замялся Федор. – Тут? – глухо крикнул с веранды Саныч. – Проходите в дом, вы совсем промокли. – Да пустое, извините, я к вам. – Начал было отказываться мужчина, но Саныч кинул Федору, и тот буквально сгреб в охапку припозднившегося и заставил его пройти в теплое помещение. Его заставили снять промокшую одежду и выдали махровое полотенце. Сидя в одних носках за столом, перед полным стаканом водки гость говорил в смущении. – И все же мне неудобно перед вами, я пришел к вам по очень деликатному такому делу. – Пей! – хрипло потребовал Федор. – Все разговоры потом, сейчас надо нутро согреть. – Я ждал вас только завтра, у нас день встреч, отдыха и пустых разговоров, так что смело пейте. – задумчиво произнес Саныч. – Пейте, а потом вы пойдете в баню, потом вы присоединитесь к нам или отдохнете с дороги. Все важные разговоры оставим на потом, пусть это для меня и нежданная встреча, но планов своих из-за вас я рушить не собираюсь. – Понял. – ответил мужчина и одним махом осушил целый стакан. Федор одобрительно засмеялся, – прекрасно, один нежданный гость выбил по причине усталости, а на место его пришел другой. Сегодня ночью у нас с Санычем будет достойный собутыльник. Продолжение следует. Ну что ж, если ты досмотрел этот ролик до конца, то он действительно был для тебя интересен. Прошу тебя потратить еще буквально 20 секунд времени для написания комментария, ведь только твоего мнения или просто смайлика не хватает для продвижения. Кто, как не ты, поможет мне в этом? Предлагаю тебе посмотреть еще какой-то ролик из представленных, а я побежал пили для тебя новый рассказ. Жму руку тебе, бро, а если ты девочка, то крепко обнимаю. С уважением, твой Андрей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова